Здравствуй, мой любимый зритель! Ты слышишь Лёшу Халецкого, и этим видео я начинаю первый FFA-сериал в шестой цивилизации. Сетевая игра, восемь соперников, карта Пангея. Отмечу также, что до сих пор еще не вышел патч никакой, поэтому мы обговорили устно кое-какие правила, которым мы будем следовать, а именно, нельзя ничего вырубать, собирать урожай и прочее не на своей территории, потому что мы играем на самой быстрой скорости в игре, а, к сожалению, масштабируемости добываемых ресурсов от скорости нету, поэтому только на своей территории можно все это дело вырубать. Кроме того, нельзя удалять юниты, которые ранены и находятся не на своей территории, опять же. То есть, если вы хотите удалить юнит, то он должен быть на вашей территории и полностью здоров. Ну а если будут еще какие-то проблемы появляться, то мы в течение игры будем их тоже обговаривать, решать, потому что все-таки есть много проблем и нестыковок с балансом, и чтобы всем было интересно играть, лучше их обговаривать. Поэтому опять традиционно заранее предупреждаю, пожалуйста, обойдитесь без спойлеров в комментариях и воздержитесь от оскорблений участников. Ну и традиционно игра будет разбита на серии, потому что в целую за 30 минут не поиграешь. Приятного вам просмотра. Сверяйте настройки. Вишка, у тебя нация, посмотри в дискорде, пожалуйста, я там кинул. Или кто-нибудь помнит, что ему досталось? Испания. Так, а я буду за Англию играть. Ну мы по-вычеркивали нации. Слушайте, ну Испания, ой, Англия в данном случае, по-моему, не очень. У Англии, по крайней мере, караванов можно на штамповать. Ну вот какие особенности? Ну, во-первых, каждый археологический музей может содержать шесть артефактов, а не три. И поэтому еще и двух археологистов может строить, а не один. Но это очень важная, конечно, штука. Дальше все основанные и завоеванные города на континенте другом, чем столица, получают бесплатного милишникова. Это неплохо, кстати. Кстати, по-моему, зря ты недооцениваешь бонус от археологических комплектов. Там неплохо так культуры падает. Ну, неплохо, только до него дожить надо. Не, я не спорю. Тут в данном, вот в шестой циве уже все эти штуки, типа археологических музеев, артефактов и прочего, они неплохую роль играют. То есть у всех должно быть одинаково. О, Англия на берегу моря. Хоть что-то правильно. Ну, в принципе-то неплохой старт, если так подумать, если так посмотреть, я бы даже сказал. Ну, я, наверное, не буду никуда отходить. Останусь тут. Блин. Хотя, вот сейчас уже постановка на холме города, она только защиту ему больше дает, и все. Давайте думать. Вот до этих мы дотянемся, да? Гавань может быть. Что есть? Загрузился. Да, я уже давно загрузился. Как у кого место? Я уже пошел гулять. Написано же, было же, что сбалансированный старт. Всем должно понравиться. Я уже пошел гулять. То есть ты ливаешь из игры и идешь на улицу? Нет, я пошел по силам гулять. Не сбалансировано для пантеона. Два того, два того, два того и не понимаешь, что взять. Ну, там есть уникальный универсальный пантеон. Варвары ждут тебя, кто пошел гулять. Да, нация мне, нация не нравится, конечно. Что мне тут три вражеского скаута? Варваровского, точнее. Эрригейшн Animal Husbandry. Давайте-ка возьмем, наверное... Так, а эрригейшн у нас где? Вот тут и требует ферму. Вишка единственная, кто город не поставил, да, я так понимаю? Наверное. Ладно, Animal Husbandry возьмем. Так, значит, у нас, в общем, есть... Сейчас кому под столицу воткну. ...уникальный район. Во-первых, это классно, потому что мы можем ставить таким образом больше районов. Он у нас не будет считаться как... Ну, не будет учитываться население. Каждый район требует три населения, но гавани у нас население требовать не будет. Вообще будем в любой момент. Это, по-моему, один из классных бонусов для цивилизации с уникальными районами. Разобраться, где районы ставить другие. То есть... Я буду пытаться так поставить районы, чтобы получать с них бонусы. Вот, например, производственный район получает бонус за соседство с каменоломней. Вот у меня будет каменоломня вот здесь. И шахты. То есть вот здесь, по идее, надо ставить производственный район. Дальше... Научный район получает бонус за соседство с тропическим лесом и горой. Гор у меня нету, зато вот есть тропический лес. По идее, его не стоит вырубать. Другое дело... В тропическом лесу ничего не построишь. В обычном лесу можно лесопилку хотя бы построить. А тропический лес, он нифига не даёт. Ну и, видимо, в религию мы тут не будем ударяться. Будем ждать, когда принесут другую религию. Что-то у нас переход хода долгий, да? Вот сейчас уже все походили, и оно пишет, подождите, это... Когда не видно, кто не закончил, это значит, что лагает, да? Ну да. Ну просто карта же большая, соответственно, много нужно всего продумать. Интересно, чего тут продумывать? Не знаю, у них, видимо, где-то не до конца доработаны алгоритмы. Потому что ты играл в сингле, а ты, когда меняешь, допустим, какую-нибудь политику, например, на изменение золота, и потом идёт просчёт очень долгий. Чем слабее машинка, тем это больше заметно. Где-то ближе к концу игры бывали зависания по 5 секунд просто. Ну вот сейчас у нас уже секунд 20, наверное. И прошлый ход тоже довольно долгий был. При этом никаких пингов не показывает, ничего, догадайся сам. У меня, кстати, постоянно почему-то игра начинается, то есть центрируют не на моём поселенце, а где-то на карте почему-то. Сбуху, да, сбуху. Это включили вы, наверное, это самое, автопереключение виньков. Да. У меня тоже после этого осталось. Я так материл за это автопереключение. У меня такой шикарный место. Добавить. Слушайте, теперь у меня поселенец как бы не на море появился, но в одной клетке от моря. Я вот думаю, стоит ли мне ставить город на море? А у меня армады. Всё отвержает это. Лёша, ты бы сказал, какое у меня классное место для Англии. Идти к тебе, говоришь, да? Да, да. Правда, тут Китай стоит, но ничего страшного. Убилём Китай. Появляюсь я и сразу же со мной появляется скаут этих варваров. Слушайте, ну можно будет нам гавань построить и так, а тут место хорошее, тут вот для науки. То есть мне вначале гавань не нужна, правильно? Правильно. Поэтому я не пойду на море. Вы согласны, если со мной? А нет, быстро. Не, вот раз, быстрее. 10 секунд. Идём на рекорд. Так, а здесь я больше не встречал никаких зданий. Ну вот, смотрите. Я смогу поставить... Кстати, на каких континентах? Я тебе не скажу, на каком я континенте. Найди меня. Я в Африке. Я на Пангеи. Я на Пангеи. Пангея Ультима. Э, только что я завидел, что я в первых не нажал технологии выучил. А зачем? ГГ ливой. Так, сойдёт. Кстати, проверим, на какой мы Пангея Ультима. Кто-то ж тоже только же сказал Пангея Ультима. Уже 20 секунды. Блин, чё-то да, долго. Да, по сравнению с прошлыми стартами. А это мы уже, по-моему, третий раз загружаемся. Этот как-то не очень. Ну там и горы были, и холмы. Хотя тут нормально с ресурсами. Блин, у меня теперь... Теперь в самом начале прям залагала. Ну, а вот всё. Я просто это сама... Проружусь зону. Ну, если он тут останусь, то как-то и дай ему... В принципе... Теперь место какое-то отстойное. Испания в тундре. Отлично. Испания в тундре то, что надо. И без речек. Ну, Англия постоянно на воде появляется. Я смотрю, сколько раз мы начинали. Я всё время на воде. Испания тоже всегда на воде. Мне как-то повезло в одиночной за Англию попасться в горах. Тоже так. То есть было всё-таки, да? Да. Ну, давайте, заканчивайте быстрее. Хочется посмотреть, как код-то пройдёт, нет? Да, нет, не знаю. Тундра без лесов и без ресурсов. Ну... Так, я понимаю, из редких ресурсов здесь так же. Соль самая хорошая штука, да? Ну, не сказал. Спорно, спорно. Ничего себе. О, как быстро. Что это произошло? Это что такое? Что за фигня? Так, это всё познаётся в сравнении, да? Я уже готовился заново игру начинать. Что за... То есть, как только хреновые всем слоты выпали, так... Сразу... Да. У меня тоже самый плохой слот из всех. Отлично. Отлично. У меня есть. Шесть камней, четыре соли, а семь камней. Ну что, нормальная скорость сейчас? У меня тут еды, чтобы прокормить весь Китай. Просто так скажу. Ну, ничего не с производства нет. Абсолютно ноль производства. Сколько я уже три хода гуляю? Ну, ты ещё из тундры так и не вышел? Всё ещё в тундре? Из тундры вышел. Но я вообще управляю. Без реки ставить столицу. Ну, я без реки поставил. У меня вообще нет реки. У меня побережье. Побережье даёт три жилья, а река пять жилья. На самом деле, ты знаешь, я поиграв, не думаю, что прям вот река уже прям так рулит. Немножко в начале похуже растёт, да. Но очень быстро Акведук открывается. И Акведук, он уравнивает, уравнивает. Дело не в этом. А в чём? Ресурсов, роскоши нет. Мне расти-то на чём потом? На развлекательном комплексе. Ага. Сколько до него мне каупать-то? Так, что вообще с игрой? Почему так быстро всё идёт? Я не успеваю. Извините, ребят. Ага. Может, действительно, проблема была в том, что передача от меня инфы слабенькая? Ну, блин. Обновление. Обновился жук спин у кого-то? Ну, даже после того, как обновился, мы пробовали, и всё равно не получалось. А вот теперь нормально. Нет, после того, как обновился, мы не пробовали. Мы не пробовали ещё, да. Мы там ради Миша просто вылетал саб по себе. Так, мне нужно, видимо, открыть. Мы просто видели мою столицу. Колесо. Майнинг. Ну, я и кстати... У меня тут снизу тундра. Испанец, это не ты случай? Навряд ли. Кстати, я вот тут смогу пирамиды построить, между прочим. Ну, тут... Блин, тут аж две избушки. Так, давайте монумент, пожалуй. Ой, жопа. Ну, что там, ребёнку пелёнки меняешь? Нет, дело не ребёнок. Я кого-то встретил. Кого? А, ты своим поселенцем кого-то встретил? Да. Ну, и не захватывайте ему поселенцев. Пускай человек поиграет. Так, вроде поселенца нельзя захватить. Можно. Можно, и он останется поселенцем. Не, ну и войной только можно. Ну... И что мешает войну объявить и захватить? Но жизнь на море лучше. Слушайте, меня побитый разведчик встретил. Кто его уже побил? ГГшка могла побить. О, круто. Ускоряем обработку бронзы. Сейчас вернёмся за этой. Жалко, что город-государство не найден. А, побитый разведчик в смысле варварский? Да. А, это я побил. Я, походу, тебя вижу. У тебя такая бело-зелёная граница, да? Да. Сейчас поздороваемся. Ну, сейчас увидишь мою столицу. Надо вообще рабочего построить. Да они разведчики на меня. Значит, ты хочешь за этим разведчиком? Вон побежал вверх. Ромбо. Ох, привет, Россия. Ох, Китай. Круто. Как тебе? А, ты ещё не видишь, она? Да. Я, короче, не знаю. Ты не нажал туда, куда хоть. Пантеон основывать. Правда, не знаю пока на что. А тот, кстати, прибежал откуда-то. Как тебе то, что у меня два сахара? Ну, почему они? Кажется, что я 400. У нас уровень моря стоял стандартный, да? Да. А у Испании граница какого цвета? Красно-желтый. Я просто плакать, что ты. От того места, куда меня вначале заперли. Против фарваров лучшего. Кишка шириной в две клетки и длиной в 12 клеток. Где-то около того. И почти вся в тундре. И вот туда меня заткнули. Выше поднимешься, будет новый мастерик. Будет эврика. Тебя Россия. Я поднял. В принципе, нифига мне вот сюда углубляться. Надо мне по побережью смотреть. Куда город ставить? Не имейте желания попускать караваны. Россия. Что говоришь? Не имеешь желания попускать караваны потом. Тут и киты есть. Хотя он может тут на третий город оставить. То есть вот, например, треугольник такой может быть. Молоко у нас. Ну, котл. Скот. Так что пошли-ка мы вверх. Смотреть вот это побережье. О, привет, Леш. Так, а где эти? А, вон. Вижу, здорово. Я просто там я синий же еще нашел. Прям возле города. А, блин, это еще ход продолжается. Хочешь лагерь разбить, русский? Я тебе дам золото за него. А ты чё такой попроцанный японец? А у меня, короче, лагерь варваров в одной клетке от стольных. Ну а чё ты тут ходишь? Иди его, бей лучше. Так как тебе идея русский? Не хочешь разбить? Секунду подожди. У меня просто, говорю, снизу есть еще один. Прямо возле города. А, ну все тогда. Потому что я, наверное, к нему побегу лучше пока там. Слушай, ты на этой реке, ты на этой реке этих два камня. Ты не хочешь селиться, я там хочу город поставить. А я слишком близко к тебе, наверное, вот еще. То есть ты там уже рядом тоже, да? Ну я на следующей реке вправо. О, уже не хватка. То есть давай река, это типа нейтральная территория, никто на нее не селится. Это типа делили в нашу границу. Молотной эту реку, ставь там, день, со своей стороны, если хочешь там, ну или ты в одну клетку от нее справа, но не дальше. Ну я могу там, где лагерь варваров этот поставить, как тебе идея? О, да, на здоровье вообще. Я так вправо могу уходить. Так. Так, по ходу висим. Да, да. 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 У меня... Счастье длилось недолго. Сейчас тут закончится, видно было, что. Ну чё, у меня ничего не выбралось, ни техи не выбрались, ни производство в городе, класс. И ход не заканчивается. Ну чё, загрузились. Как раз, у меня выгляните? Нет еще. Мы грузимся, потому что у нас SSD, а у вас SSD. Да, я тоже загрузился. Ну тогда просто компьютер мощнее, если SSD тоже. может они по 4 игра оптимизировали поэтому на моем и третьем так долго а под 8 вообще у меня написано play please wait то есть я ходить не могу например не загрузился а кстати а тут пишется кто не будет сушки вот тут пишется 7 часов все все зашли вот теперь и всем за сказать так там написано вот там постепенно было четыре человека подключилась потом пять потом шесть как-то тут это помни последний наш ход был и так как так это предыдущая на что было там я не я не знал на каком кто вылетел поэтому загрузил предыдущий так у меня бонус от того что я основываю на разных континентах я пока континент так и не нашел другой у англии полный бонус это гавани с двумя караванами они нашел континент другие круто это круто у дизерс мог кредит на вайфер так давайте забирать что у нас тут лучше ли крафтмен так японцы чем мы с тобой не встречаемся где ты ходишь стратегии стратегиями а пользоваться подробными картами городов россии и многих других стран мира оффлайн и абсолютно бесплатно всегда здорово да я снова перешел к рекламе 2gis заходите на сайт 2gis.ru и скачивайте карту нужного вам города 2gis если быть точным ну и шо нам взять блин надеюсь лавенту я первый нашел блин не первый фигово давайте выберем производство так китай эти тоже это расправил двигат хорошо что брать что брать вера против тут с тундра вера от пустыни отрядом лесов 15 за чудеса давайте вот 15 процентов я хочу пирамиды построить так если вы не пойму и пояса чем мы не встретились в этот раз с тобой что произошло ты решил не смотреть на меня до моем по старым чертежам позитив аспекте в трейдоси позже the world get stirred up together юниты блины что затупил нечаянно построил этот давайте на монумент юнитов давал юниц о чем плохо строите ними монумент ну блин я хотел построить от поселенца в этот раз забыл что не построила вы построил монумент заменим на слушая русские недалеко от тундры родился и там тут есть неплохое место с лесами рекой этого я первый стрим под горами за моей столицей а мне все равно безопасно мне горы в шесть клеток ну все хорошо цены стены зубы да кор там как раз ну четыре леса отставили к отсюда овечки а то клей мастфил хаппи и ныгут патри санд о кого-то я встретил испанию так дальше тут требуется ферма чтобы ускорить ну три хода можно поисклеры здорово я построю о тут тоже неплохие места случайно не другой континент нет ни другой ты снизу испанец тут европа тут кемере вот тут варвары появились бы надо возвращаться я так не проведу сюда посела просто а когда я закончил ход не показывает что обрабатывают вот это зря конечно я прям можно было бы запретить переключать но то что не показывает при этом эта фигня так производство вот так еще варвары тут я потеряю ход если встану в общем можно тут в защите просто стоять ними наверно надо будет еще один юнит построить прежде чем поселенцы очень минус 5 у вас бывало что столица слишком быстро растет постоянно недоволен как бы несчастье пошло уже на чушь ты проспал да как-то непривычно 6 жителей на пятнадцатом ходу нормально тут и для скорость да и так этим скорость два раза быстрее чем стандартная так выдают крафт мальчик inspiration из америки шейки на новый так давайте теперь на строительство юнитов хорошо что в испании теперь нет бонуса за нах за нахождение чудес слишком много чудес стало это был полный дисбаланс они они такие баланс на теперь несколько слингеров под настроем потом откроем уличник он со как-то встретил прикольно ладно пошли дальше изучать вверх а новый континент вы тут не видит или франция испания нету там дальше нет смысла и вниз бесполезно а слева по-моему тоже во справа там нет по другому континент а вы не знаем я следы чувак побежит обратно сообщать мы надо ему идти понял где короче этот городок вот ты прям по этой реке идешь где тундра хорошая там с горой и все такое сметь приходы по открываются уже забрал кайта вера закаменоломнины потом поставлю на строитель и строить на это мы не сильно напрягались что делать блин японец давай найдем что-то у меня бусток письменности нету как иди вниз прям а ты мы встретились я там недалеко ты мышь я помню где мы встретились река там видишь наверху ну да большая вот я прям над ней 6 клеток на дна же 4 клетках или под ней под ней не суши это мне уже далеко а точно вот твои границы вижу кстати ну я не все исследовал просто вижу границы вот и словили чувачка а ты бы кроме меня никого не встречал или кого-то встретил еще а тут внизу испания и франция короче надо идти их встречать забавно если не успел выбрать пантеон то все привет не правда на следующий ход остается правда да я тоже не успел на следующий ход и был пантеон но там не пишешь просто прошлый ход предлагал выбрать а теперь на пути к созданию пантеона купите 12 шков хотя у меня 22 прикольно значит глюк найден я даже знаю какое верование возьмет у нас россия слушай россия ты как а ты что хочешь брать с религии скажи мне вместе сезон не запариваться или не запариваться насчет религии интересно ну блин я сейчас уже не знаю купить он взять тут потому что вы уже взяли которые ехать я до сих пор не могу взять убью но смотри если ты возьмешь прочь взять на это на и ускориться называется на карчере не на камень которая еду за священные места дает или за универ и строить лагерь вырастешь до 6 до 6 я реально не могу выращивать забред давайте сеттлера а слева у тебя там где конец хода нету иконки выбора пантеона нет нет и выберите нет может все пантеоны разобраны в сетях вариант не такого не может быть до забустили чата не послужили заперешь этих кстати двоих тут оставим я нет он пришло что смог основать пантеон ну да че-то больно много дуболомов чисто случайно мы же на соли родники ставим правильно все еще на юниты чего говоришь родники появляются правильно я не понимаю вопрос рудники появляются до на соли вновь ставится до для обработки спрашивать какой нужен рудники для выставки для своего города государству джакарты джакарты сделает ваши торговые посты начнут на одну плюс больше золота ну так себе а в лавенте ваши рабочие могут сейчас головы колоссальные год головы делать ну только варварам еще не хватало ты знаешь у меня тут жилья нехватка думали я не знаю я знаю война а чё кто там с кем болят гениально не ругайся ты не отключил что-то нет там дело не в этом да все включите все быстрый бой быстрые перемещения нет 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 японцы встреч надеюсь надеюсь так что у нас с континентами еще контент я не нашел критую себя пока только с этого полну такой бонус как бы бесплатный мили юнит он не помешает никогда в принципе то место неплохое стать только вот отсюда мне кажется не будут выходить и на этим даже на этого суда с роман нас варвары очень угадал мне даже тут рекомендуют а это другой континент они тут совсем а это другой слушайте ты себя может тут поставить неплохо тут очень даже неплохо так уменьшилась на 2 теперь надо в рост переключить и строить блин рабочих через шесть ходов я смогу переключиться на рабочих давайте пока юнитов каеверест нужен те смотреть где он справа от меня испании уже захвата я не буду туда я вот дальше этой реки не собираюсь расселяться этот есть место для трех городов для четырех даже этого хватит я хочу в высокие города поиграть так посмотри видишь пустила моего до пони что это есть лица я не вижу там но потому что карта закрыта но я вижу примерно что там и ты где собираешься между меню я выставить или где и если стрелять из ниже 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 там где гора горой четыре леса полумесяцом дальше что там блин что-то я не успею еще ниже хочешь на воду где-то сказал сейчас город ну что ставь там мне это вообще не депрессует так даже мы границы никак не дойдут но кто-то stonehenge построил религию сейчас будет основывать вот это поворот что печально я тоже хотел китаем сейчас ускорить по-быстрому обито кстати там пирамиды которую я хочу для нефти и как открываются а вот они чтобы ускорить надо построить каменоломню ну а где испанию найти японец куда идти вниз хорошо железо тут блин ну вот то шуме тут фигачит мне не нравится а имя стреляет только на одну клетку пока что постою постепенно проведу так через четыре хода я переключу на строителей а пока надо фигачить юнит я так считаю это еще не третий континент но тут уже куча континент не 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 континент и вот континент да новый континент арктика новую силу встретил испанец где мы с тобой встретились они уколо японца но я прям около столицы стою вот что видишь это и удар не не вижу а я границу и вижу точно уху а чё то вы так рядом а если ты на юг спустишься до тундры ты поймешь почему я пошел оттуда так что вы воюете или что да у меня столицу ломает японец тебе столицу ломает еще хочу напомнить что продолжается набор в корпоративный университет алабуга там на работу требуются стратегии да да такие люди как вы которые играют стратегии и любят стратегии за подробностями отправляю вас к моему видео которое вы сейчас видите внизу посередине просто кликните на него и вас перенесет к видео либо перейдите на главную страницу моего канала там видео о наборе в корпоративный университет в самом верху не мне не наш по-моему защищаться вполне тут леса такие хочу вы мир не при японца куча места куда города ставить я не знаю где ты рядом он слишком близко я нереально себя вел армия не строил да да слушать а кто лавенту встретил кто-то ее встретил я индус ну вот если бы вы пойдете в вправо от лавенты то мы встретимся я туда двигаюсь если рано dogs и лавен и моно дай вопрос кто основал религию что ты забрала не хочешь ли ты распространиться есть конечно там интересно есть так открою религию посмотри что он основал кнопочка l иудаизм плюс 4 от чудес света нет это от чудес которые построены да и религия распространяется дальше не даже интересно слабенькая религия подожду а папа так испанец японец кое-нибудь надо идти чтобы еще кого-нибудь встретить где вправо и цифру он право меня одна история торрес дель пейн драматикой суры бачу привет пошли и мой опа минус один димс тигр куда вы пропали димс тигр ты тут начинал пасть так все хорошо да надеюсь не закончится так теперь строим рабочих отменим блин столицу твою не вижу печаль давайте плюс 5 против мысли видишь ну я так же до нее и не дошел так и сколько мы будем строить сейчас я можешь караван то еще и будешь видеть а я проходить походу не могу а не могу и тут такая беда с варварами они поселились на море и квадрилемами меня обстреливают не русский если тебе дали конечно на камень пантеон не дали если а тебе дали этот пантеон или нет на камень пантеон если он был у тебя там просто 12 религий заход да ладно я это сам мне так уже 8 я нас это на соль взял тоже так производства производства и вот так лес надо вырубить у меня у кого там сумасшедшая собака ну замечательно что там произошло рассказываю не держи нас в неведении барвы я из-за них походить не могу у меня просто сверху сажал японец а снизу стояли варвары и город в итоге в осаде мне юнитов из него не вывести это просто печаль так ребята кто там справа от лавента кто-нибудь пойдет нет да блин я зишка сиба а что у меня вишка все он бишь как летел отлетел я бы что варвары молодцы не плохо зажали снизу и тут же нельзя юнитом атаковать из города если там 2 нет стоит ну да ну соответственно у меня стоят в городе юнит я не могу их вывести потому что варвары кружили с юга сверху японец и не могу атаковать из города все просто фактически без обороны постоял смотрел ну спасибо за мучение с началом игры и в итоге играл 28 ходов там потом как-то карту откройте увидите там кишка шириной в две клетки там города ставили просто было бессмысленно поэтому я ушел наверх а там так близко и конец казалось делегация в ротевой игре что-то дает до видимости же слухи все остальное работают индия привет она всем счастливым надо пока я ну вот нас осталось семеро слухи говорят что япония захватила мадрид ускорили как все плотник это расположить арбалеты вот еще и вино неплохо вот это вот скрипка на фоне убогая сколько ее терпеть так ферму построить письменность француза за тобой кто-нибудь есть нет ты кстати не беспокоишься что сейчас на тебя попрет японец за своей армии которые у него против испанца было я ему не советую этого делать меня тут лучников хватает алёша там сверху ты чё вообще по местам ну есть места это и реки хотел ставить не ну я вижу там возле реки да где лошади там блес я просто только это место вижу там еще три каизит рядом больше не видел я не стремлюсь тут религию как-то основы честно говоря то семято вера есть он блин прибежал так давайте ферму тут построим и ускорим таким образом вот эту вырубку леса ставим на пирамиды давайте их наверно блин для меня сейчас кампус правильно давайте пирамиды я их смогу построить вырублю лес для этого после сейчас новая трелигию я наверно сыгнай из-за тебя это на то искусство и москве я вычерк из 5 ходов оракул хорошие конечно штуками покажешь мне что возьмешь с религии все что на и что есть что на меня распространишь добровольно пряму прямо так француз еще раз я тебя спрашивал там за тобой кто-нибудь есть или все то есть я нашел испанию и японию там кто-нибудь еще кинтации есть нашел всех тех же что и ты так а куда мне от лавенты идти тогда скажи чтобы мы быстрее встали лево вниз казахстане не успел и это лучника тут оставлю наверное не буду ему так менять ли на строительство сеттлера или пока на рабочего создать наверное построим усила кстати а мне по-моему не дали юнита вот я построил город на другом континенте один ход ну давайте достроим рабочего так пошли вот лагерь русский я уже иду к этому лагерю на тоже социально подкажу ох от туса мой мой отлично тебя куда такая армия но всем стоит бояться тут не проплыть возвращаемся обратно что там про армию спрашивали девяносто два двести сорок а я первый по армии как-то очень сильно не на самом деле все очень просто было настроено куча этих прачников они очень дешево апаются в лучников 15 золота и настроены они были на политики которые там плюс 50 к строительству ой здесь уже нехватка ну производства тут пока нету особо так здесь поселенцы поселенцы поселенец долговато строится да у меня разведчик уже внутри уже не прокачался не скепин дрался ни разу а 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 хатуса хочет великого адмирала ну в принципе у меня будут очки великого адмирала от гавани идти когда-нибудь вообще через четыре хода может до половины открытий все-таки ускорить рабочего через пять ходов как раз у меня будет возможность построить он выполз из лагеря ну ладно так тут мы давайте прокачаем на лес а здесь на холмы так счастье следующим ходом появится этого вернем сюда терял ход все-таки так пойдем сюда исследовать пока не решил куда везти посела сюда или сюда а не мой же юнит сидит в городе блин так все-таки дали мне его круто просто он типа сразу так 4 давайте мы переключимся на письменность потом астрономия давайте смотреть что у нас по науке 10 науки вход у франции 10 тех открыто у меня 7 по культуре самая дашься коня праздником добью а этот самый забирай хорошо антрите город либо тут ставить я вот думаю чтобы угрожать японцу либо тут как-то джакарты еще пока непонятно может пойти немножко японца понапрягать своими лучниками на рассылке сюда надо ставить город не знаю writing min sharing ада что у нас с ресурсами счастья тут у меня а это ну вот у меня будет счастье да вино в этом городе в этом городе у нас есть хлопок тоже рыбы блин рыбы и крабы это бонусные ресурсы это не ресурсы счастья у нас тут тут есть неплохие ресурсы красители а здесь вот ресурсов счастья я не вижу например еще один хлопок вот каждая ферма 0 5 жилья то есть вот еще одно жилье две фермы построены что француза у тебя религия есть будет подрасти слегка а вот что там можно посмотреть что там велики но плюс от чудес и так далее но не очень короче как раз вырастет и говорю а вот один основал так наверно надо купить клетку с лошадьми и во первых мне нужна клетка слушать а что там как какой-то рядом с чудесами район культурный дает значит если тут поставлю пирамиды то вот тут можно будет культурный район зафигачить давайте вот эту клетку купим и вот эту меня ждут пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры а на этом пока все продолжение надеюсь в скором времени будет спасибо что засорили до конца я лёша халецкий тос кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы цели до конца видим она вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры